Сегодня юных посетителей детской поликлиники ожидал сюрприз. На парковке их встречали представители Белагропромбанка, чтобы подарить полезные подарки. Брошюра, которая в игровой форме учит детей финансовой грамотности, фликер и воздушный шар для хорошего настроения. Госавтоинспекторы, в свою очередь, напоминали правила поведения на дороге. Это совместная акция под названием «Безопасный маршрут. Детский путеводитель по дорогам и финансам. Преддверие летних каникул и Дня защиты детей». Правила дорожного движения на зубок. Не только знать, но и строго их выполнять. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма актуальна для всех регионов. Мозы не исключение. А еще в нынешних реалиях важно учить финансовой грамотности. «Встегают основные правила дорожной безопасности. Родители постоянно повторяют, что дорогу нужно переходить на зеленый свет. И ни у взрослых, ни у детей не возникает сомнений о важности этих правил и значимости их для жизни ребенка. В настоящее время настолько же важно, чтобы родители были в отношении детей финансово грамотными и учили их с самого раннего детства основам обращения с финансовыми и банковскими сервисами, безопасными платежами. Именно поэтому Белогопромбанк совместно с Госавтоинспекцией посчитал важным в канун летних каникул и Дня защиты детей напомнить родителям и детям правила финансовой и дорожной безопасности и провести мероприятие «Безопасный маршрут. Детский путеводитель по дорогам и финансам». Как показывает практика, лето – это самая травмоопасная пора года в плане детского дорожно-транспортного травматизма. А учить безопасному поведению должны в первую очередь родители. Ну, конечно, это, я считаю, правильно. Нужно обучать, чтобы дети через пешеходный переход сюда переходили, смотрели, как говорится, налево в первую очередь, направо, чтобы не было машин. Ну, считаю, да, это правильно. Надо этим заниматься, чтобы, все-таки, говорит, как говорится, безопасность на дороге – это самое святое, потому что, мало ли, ребенок может выскочить в любой момент на любом участке дороги. И водителям нужно быть, как говорится, осторожнее всегда. Ну, и детей обучать, чтобы они, как говорится, переходили только на правильных местах. Всегда возим в детском кресле специальном, пристегнутым, все, как положено, на заднем сиденье, чтобы все было безопасно. С начала года в Мозорском районе произошло два дорожных происшествия с участием детей. Оба факта имеют схожую фабулу – водители не предоставили преимущества юным пешеходам на нерегулируемых переходах. Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД.